ну что дорогие девочки сегодня я буду приводить лицо свое в порядок прошло достаточно много времени и волоски отросли и пора их убирать и делать я это буду как вы уже сами видите триммером обычным триммером я не пользуюсь воском сахарную пасту я пробовала мне тоже не понравилось поэтому я оставила для себя единственный подошедший мне способ это триммер этому триммеру уже достаточно много лет я покупала его как-то фикс прайс и платила за него как сейчас помню 55 рублей он отлично справляется с задачей со своей я удаляю им пушковый волос на лице те кто имеет растительность на лице те меня поймут тот кто не имеет может выключать это видео идти заниматься своими делами это смотреть что-то другое у меня волос пушковый растет над верхней губой внизу там где скулы вот где я сейчас как раз провожу триммером и вверх поднимаюсь практически до виска немножко над бровями ну и естественно под бровями тоже я пробовала разные способы в течение своей жизни чтобы избавляться от этих волос потому что они но они не красят меня мне кажется без них мне гораздо лучше и я себя ощущаю так скажем мне приятнее когда их на лице нет у каждого свои предпочтения у меня такие тональник опять же гораздо лучше ложится на лицо меньше прыщей у меня когда нет волос в общем я их удаляю эту процедуру я делаю раз в месяц мне хватает и не травмируется абсолютно кожа при этой процедуре в отличие от всех других которые я пробовала в течение своей жизни в общем меня все устраивает если вы желаете тоже избавиться от пушкового волоса на лице но не знаете как это сделать возможно этот способ вам тоже подойдет тем более что он не самый жесткий это один из самых наверное гуманных способов я знаю что есть люди выжигают волосы на лице то есть как вот банки ставят и факелом выгоняют из них воздух точно также выжигают пушковый волос на лице этот факел просто вот точно прикладывают и пушковые волосы моментально убирается там есть риск сжечь ненужные волосы и получить ожог кожи при бритье допустим лезвием даже не опасным а специально сейчас продают лезвие для удаления пушкового волоса тоже можно повредить верхний слой кожи и не приведи позже порезаться в общем и целом помыкавшись вот так вот и испробовав на себе все возможные способы депиляции и эпиляции я остановилась на этом способе меня он полностью устраивает пушковый волос убирается кожа как я уже сказала при этом не травмируется абсолютно делаю я эту процедуру раз в месяц меня это вполне устраивает за это время волос отрастает по новой и я снова делаю депиляцию как говорится затраты времени и сил минимальные эффект потрясающий сразу хочу сказать что этот способ подойдет только тем у кого волосы русые или белесые для тех у кого и волосы имеет черный пенек этот способ категорически не подойдет потому что волосы отрастать начинают достаточно быстро на третий день пеньки уже но можно схватить пинцетом и если они черные то их будет очень очень заметно поэтому это только для светло волосых девушек у которых не очень активная растительность на лице я знаю что есть такие кто на нее вообще не обращает внимание я обращаю я такая